Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем еще раз доброго дня. Вот как, ты знаешь, второго гостя мы объявляли, анонсировали, и все время происходили какие-то вот у нас накладки. Тем не менее, несмотря ни на что, мы все преодолели. У нас в студии один из замечательнейших музыкантов мира, замечательный контрабасист с огромной, я не бы сказал, историей в виртуозах Москвы. Причем Григорий Ильич Ковалевский был не только музыкантом, но и администратором этого прекрасного коллектива. И сейчас в Латвии масса новых интереснейших проектов, о которых мы сейчас хотим поговорить. Здравствуйте, Григорий Ильич. Добрый день. Добрый день. И Галина Полторак, наш замечательный продюсер, организатор тоже всех культурной нашей жизни. И будем надеяться тоже вот несколько слов о предстоящих каких-то, предстоящих мероприятиях. Я вас поздравляю с прекрасным вчера концертом, который прошел. И, ну, наверное, вот сразу вопрос о том, как вы оцениваете наших музыкантов? Вы же были членом жюри на конкурсе Михаила Казинника. То есть вот как вы оцениваете, насколько наши латвийские музыканты? Ну, мы начнем как раз со вчерашнего концерта. Мы проделали такой большой, большой тур по Латвии. Мы выступали в четырех городах. И всюду были аншлаги. И мне очень приятно общаться с этим молодым коллективом. Я могу сказать, что мое знакомство с Даниилом Булаевым произошло 8 лет назад. И господин Кирсис тогда мне сказал, говорит, посмотрите, говорит, на ютубе, говорит, вот мальчик. Я увидел, что сталанчивый мальчик. Мне очень понравился он. Я пригласил его в Москву. Он играл в зале Чайковского. В таком прекрасном зале, одним из лучших. Вот потом через какое-то время у нас был тур по Латвии с оркестром. Тоже он был у нас солистом. И мы с ним играли камерную музыку. Это на протяжении 8 лет. Я как-то все время слежу за ним, за его творчеством, за его развитием. И вот его идея была, то, что он создал из-за своих единомышленников, этот камерный оркестр, мне очень близка. И когда я приехал как-то года полтора назад, и он мне говорит, вы не можете с нами позаниматься, что-то все. Я говорю, ну, с удовольствием. И вот он как-то пригласил меня быть музыкальным консультантом этого оркестра. Великолепная атмосфера, прекрасные ребята. Очень хорошо слушают и очень, там нельзя, семимильными шагами они идут вперед. Потому что я оценивать мое творчество, это пускай делают зрители. Но то, что у меня есть знания и есть опыт, проведенный в камерных оркестах, начиная с Баршая, потом 40 лет Виртуоза Москвы, квартет Бородина, педагогом, которым был организатор этого концерта, Валентин Берлинский, вот и игра со многими музыкантами, и с Кистиным, и с Рихтером, и с Рахлиным, и с Башметом, и Плетневым. Это все-таки многое мне очень дало в жизни, и я хочу им передать все это. Надеюсь, что все это произойдет. Единственное, что, конечно, мне очень хотелось, чтобы они обрели какой-то статус. Потому что, понимаете, одно дело, ты встречаешься, и вот так вот играешь, музицируешь, но потом, если они разойдутся, будет очень жалко. А, в общем-то, камерный оркестр как бы и в Латвии такой нужен, потому что есть прекрасные симфонии, но это немножко другое, это уже такой как бы полусимфонический оркестр. А были, я помню, прекрасный оркестр камерный, Тови Лившиц был руководитель. У нас было три таких больших оркестра. Оркестр Боршая, оркестр Сандецкий, оркестр Тови Лившица в Риге. И это в Латвии считалось, это вот такой очень оркестр, который часто выезжал из-за границы. И вот мне хотелось бы, конечно, чтобы они стали таким вот оркестром. Ну, постараюсь, то, что это все зависит от меня, я постараюсь это сделать. Вы передаете опыт, и вот буквально через два дня состоится мастер-класс. Может быть, несколько слов вот об этом. А еще можно записать? Как это все будет происходить для наших музыкантов? Для музыкантов, я надеюсь, что им тоже будет, может быть, интересно, если что рассказать, если есть и что-то показать. Вы понимаете, в чем дело, что мастер-класс – это встреча музыкантов с человеком, которым они, наверное, уважают, раз они его пригласили. И я с нетерпением жду, это уже будет и по велончели, и по контрабасу, и по камерному ансамблю. Почему и по велончели, и по контрабасу? Потому что это вообще два моих любимых инструмента. И я начал на велончели заниматься в пять лет. Потом я прошел из школы, я вам сказал, Валентина Александровича Берлинского, который стал мой второй отец, и то, что я достиг в жизни как музыкант и как человек, я обязан ему и, естественно, своим родителям. И поэтому я пришел просто в консерваторию на контрабасу, потому что рано я женился, и мне надо было как бы кормить семью, и на велончели работы не было. Я пошел на контрабасу, я работал на протяжении учебы в консерватории, с такой был киноартист Марк Бернес, вот я с ним два с половиной года, потом был вот с Магомаева, и потом был еще веселый ребят, потом закончил консерваторию. Да, и вот на втором курсе я перешел на контрабас, потому что уже талант талантом, но занятий, время для занятий не было. А перейти с велончели на контрабас, в общем-то, было довольно несложно для меня. И вот когда я сыграл первый зачет на втором курсе, это было уже зимой, и был у нас завкафедрой Ростропович, он завкафедрой велончели и контрабаса, и когда я сыграл первый зачет, он сказал, стычок, вот так, он говорит, стычок, гениальная идея, и будешь хлеб с маслом кушать. Он оказался прав, оказался прав. Масло, в общем, не так нужно очень, но тем не менее на хлеб хватает. Но ведь контрабас, действительно, он такой универсальный инструмент, который звучит как в классической музыке, академической, так и в популярной. И в джазе, и в джазе. Я играл, кстати, на бас-гитаре даже, там не на контрабасе, на бас-гитаре. А вы из Игорем Бундманом же тоже очень... Тоже мой большой-большой-большой мой друг, он прекрасный-прекрасный музыкант. И даже, по-моему, и Александр Розенбаум вы же на одной серии с литературой. Розенбаум, да, это тоже-тоже множество. Многие, понимаете, все это эстрады. Я вам, кстати, принес, ну вот хотел подарить, она у меня просто не было долго, и это книга, которая вышла к моему 75-летию. Вот, и я оставлю. Спасибо большое. Очень интересно. Вся моя жизнь, начиная со двора. И там огромное количество, да, я позвоню, уже фотографии. Фотографии. Ну, это не просто фотографии, у меня вообще не просто, я с кем-то фотографирую. А это, в общем, люди, с которыми я шел по жизни, и с которыми я связываю именно настоящие дружбы. Контрабас. Вот если брать академическую музыку, насколько много произведений написано, где контрабас солирует? Ну, вот я к тому, что вот есть ли здесь где развернуться? Ну, вы понимаете, что я делал. Конечно, для репертуара меньше, чем для скрипки, альта и виланчели, и т.д. Это уже где-то внизу. Но, тем не менее, репертуар есть очень много, ботезини есть, и потом много делают переложений. Я, например, когда поступал в оркестр Московской филармонии под управлением Кондрашен, такой величайшего дирижера, в общем, благодаря которому, вот я, значит, чуть позже скажу, я полюбил Латвию, полюбил Юрму Лазу. Я, когда поступал в оркестр Латвии, я играл концерт с Сен-Санса для виланчели, переложения для контрабаса. Вот такой серьезный концерт такой. Так что многие, сейчас очень много прекрасных контрабасистов, шагнула вообще техникой, и все. В космос просто, в космос. Я хотел еще, знаете, вот, как я вспомнил про Кондрашена, и вот это 70-й год, то есть уже 53 года прошло, уже как бы и золотая свадьба прошла по времени. В 70-м году я вступил в оркестр, конкурс большой выиграл. Там было 20 человек на место, и меня взяли в оркестр. И была первая моя поездка, была как бы в гастроли, это была Юрмала, была. И каждый год, из года в год, на протяжении 12 лет, сначала с Кондрашеном, потом был Китаянка, мы приезжали сюда, и у нас летом, где-то или август, или июль, был, как называется, сезон в Дзинтере. Суббота, воскресенье мы играли концерты, разные программы, а среди недели у нас были Реквием Моцарта и Реквием Верди в Домском соборе, в разные. Так что, вы понимаете, 12 лет подряд приезжать в Юрмала и знать вообще каждый закуток, и вообще был потрясающий, кстати, был директор филармонии, Швейник, гениальный, просто один из лучших директоров вообще того еще Советского Союза. Порядок был, все, в 7 часов вечера, кто бы ни пришел, президент, премьер-министр, все закрывается, идет концерт. И я влюбился в это место, и для меня Юрмала, это вообще какое-то самое лучшее место, где мне комфортно для отдыха, и у меня была мечта всю жизнь что-то приобрести в Юрмале. И, наконец-то, 6 лет назад, у меня вот как бы эта мечта сбылась, у нас такая небольшая такая квартира есть в Юрмале, и детям очень комфортно, они занимаются спортом, ходят в школу, вот занимаются и в разных секциях. Так что вот это вот, видите, как, вот так получилось. Есть ли в Юрмале какие-то особо любимые места, с которыми что-то связано, может быть, какие-то воспоминания? Самое любимое место – это концертный зал Зинтери. Я уже говорил, что, слава богу, мне приходилось играть и в разных, и концерт Гебау, и музык Феррайна, и Метрополитен, и Карнеги Холла, Эврифши, я могу перечислять много. Но когда подходишь так же, да, большой зал консерватории, естественно, Московская, Ленинградская филармана. Но так же, когда я подхожу к залу Зинтери, у меня такое же ощущение. Понимаете, вы видите, это, конечно, связано с тем, что вот эти вот 12 лет, когда мы здесь вот приезжали, и приезжал и Ойстрах, и Коган, и Рихтер Ростропович, Арвид Янсен, с которым мы очень дружили, он с нами часто выступал, и мы ездили с ним в турне в Японии, он был главным дирижером, Марис, который начинал тогда. Вот, и Несса Галланта еще тоже была совсем юная. Вот так что все это вот дает такое, значит, такое ощущение какого-то трепета, когда ты подходишь к этом залу. Вроде бы я не понимаю, что ты акустика, может быть, не Карнеги. Нет, хорошая акустика. И ты приходишь, и тебе комфорфорт, и слышишь каждую свою ноту. Ты видишь людей, которые сидят в зале. Чудно. Я люблю эти ощущения. Нету стен, то есть то, что это открытое золото. Ну, вот и да, и вроде бы как бы не совсем. Нет, для меня это потрясающе. И, кстати, там не было мне дискомфортно, что какие-то там, не знаю, машины, я никогда не слышу. Или птицы, например. Нет, нет, вот если ты слышишь, что вот музыка, которая идет, ты видишь огромное, самое главное, конечно, приятное, когда полный зал, и ты видишь этих людей, которые приходят чинно, такой благородный, и все спокойные какие-то. Мне очень нравится это. Латвия, в принципе, всегда считается вот такой музыкальной страной, потому что здесь огромные традиции хорового пения, и вообще вот традиции музыки, и сколько оперных звезд родом из Латвии. Как вы думаете, почему так вот звезды складываются, что маленькая страна, казалось бы, на карте, но вот такие вот удивительные традиции? Ну, я думаю, что вот именно традиции как раз и способствуют этому. Я еще раз хочу вспомнить, Арведа Янса, вообще, я не знаю, мне кажется, что это великий-великий человек Латвии, обаятельный, прекрасный музыкант, сколько он много лет проработал с Моровинским в Петербурге. Вот я думаю, что, скорее всего... А сколько были какие-то лауреаты конкурса Чайковского? Вилеруш, школа Ростроповича, тестелец. И говорю, что там, о, Хилипп Хиршкорн, который здесь родился, к сожалению, ведь он очень рано умер, я думаю, что это был один из величайших скрипачей мира. Потому что он был гениальный, просто даже в свое время он уже был гениальный. Миша Майский, мой большой друг, которому его исполнилось 75 лет, и, слава богу, как раз будет его 3 августа концерт в Дзинтере. Мне очень приятно, что я принимал участие в этой идее, которая сейчас воплотится в жизнь. Он величайший велончелист нашего столетия, и с нетерпением жду встречу с ним. И здесь, наверное, самое время упомянуть и ваше выступление в Дзинтере 28 июня, с временами года. Это мне очень приятно, что вы вспомнили об этом. Это будет, я думаю, что, в общем, тоже одно из событий лета, особенно в классической музыке, потому что времена года Вивальди, Чайковского и Пиццола, просто мне даже уже комментарии излишни, потому что уже выше не бывает такой программы по популярности, по музыкальности, потому что придет, я уверен, что придет народ, и, в общем-то, осталось буквально там 2 месяца с Иши. Ну, хочется, уже хочется на сцену, уже хочется видеть зрителей, хочется уже видеть, знаете, чтобы концерт начинается в 7, хочется уже, чтобы было примерно 9-15. Знаете почему? Потому что заканчивается концерт, люди хлопают, люди устают, люди подходят, поздравляют. Вот это прекрасное ощущение, потому что для музыкантов, для меня, например, у меня есть 3 ощущения, которые я очень люблю. Это до концерта, во время концерта и после концерта. Они все разные, но они любимые. Потому что, понимаешь, до концерта ты ждешь. А между концертами, вот это ощущение, ожидание. Вы имеете между концертами, которые были сегодня и будут после завтра? Да. Конечно, 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 конечно. Для меня сцена, это просто, я жду этого, скорее уже на сцену, потому что это, я, честно говоря, никогда не волнуюсь в смысле своей игры. Но бывает, может быть, состояние, ты, может быть, знаешь, не важишь себя чушь, но это все забываешь. Но вот сцена, это фильм. И главное, что я, знаешь что, я очень люблю, когда люди на сцене, как артисты, музыканты, общаются, не смысл, что они не скроют, но они видят, знаешь, как футболисты говорят, надо видеть поляну. У них футболист такое выражение есть. И вот когда ты видишь, когда ты играешь, ты не можешь сидеть, вот когда люди сидят, может, они и хорошо играют, но они смотрят внутрь, если говорят, не мое, не мое. И когда говорят, давайте сыграем по концертмейстеру, не совсем правильно, надо играть по концертмейстеру. Вот для меня был, знаете, что образец вообще, единственной вообще высоты творчества, квартет Бородина. Когда были 4 человека, они брали, поднимали каждый с пучок, а вот так, и все вместе давали раз. Они первый дают, а ты под него играешь. Нет, тысячная доля секунды не то. Поэтому я хочу научить этих вот своих молодых коллег, научить этому. А у них вот как раз вот эта сыгранность есть? Да, она появляется на репетициях, она появляется на сцене, она появляется, не хочу ничего сказать, может, это не моя заслуга, время просто идет, но то, что произошло за эти полтора года, многое изменилось. Многое изменилось. И это от игры, и от внешнего вообще вида, и вообще как ты себя ведешь на сцене, как себя чувствуешь, этому тоже можно научить. Понимаете, учат же в театральном институте актеров. Они тоже приходят, таланты, но еще надо в них развить все это. А вот вы упомянули действительно вот общение с публикой, есть артисты, которые очень закрыты. То есть вот они выходят и также уходят, и все, это вот как герметичный шар. То есть, в принципе, он не общается с публикой, он вышел, показал свое мастерство и исчез за кулисами, то есть, сохраняя ореол тайны. Или вот вы, как вы относитесь к такому? Я с уважением, но это не мое. С уважением отношусь. Они гениальные люди, ну, им так хочется. Есть, например, был Мишель Легран, с которым я посчастливился и общаться, и у нас было с ним несколько программ, которые мы возили, и мы проезжали в разные города и страны. Вот он любил во время антракты, чтобы было абсолютно темно, и чтобы никто не заходил. Ну, гений был. Он брал ноту на фортепиано, я уже говорил на каких-то передачах, все, потому что вот звукоизвлечение его, я вам скажу, и извлечение Раймонда Паулса, это, несмотря на то, что вроде бы, как бы они, кажется, это эстрадные музыканты, композиторы, они, во-первых, имеют классическое образование, хорошее классическое образование. И вот это звукоизвлечение, когда, вот сейчас у меня даже Марс, я вспоминаю каждого из них, как он прикасается к клавишам, как звучит эта нота, которая хочется, не знаю, жалко, что она уже вышла. Вот следующий будет, а этой уже не будет. Простите, их звукоизвлечение можно сравнить, не знаю, с Рубинштейном, с Горовицем, с Рихтом. Это звукоизвлечение, мы не говорим, как пианист, концертирующийся, но звук извлекает человек. По первой ноте уже узнаешь, в принципе. И также я считаю, что любой музыкант, любой скрипач или звукоизвел, он должен извлекать ноту красиво дальше, дальше идёт талант, дальше идут амбиции, дальше идут солисты, но играть эту ноту, это должно быть абсолютно так, как играет любой концертирующий музыкант. В этой связи, Григорий Ильич, вы упомянули актёров, которые талантливые люди, но развивают талант, каждый вечер, выходя на сцену, условно каждый вечер, в разные роли они разные, они примеряют маски. Что касается музыканта, исполняя различные произведения различных авторов, они остаются сами собой и играют просто разный набор нот? Или они тоже как-то меняются? Ну, я думаю, что они должны меняться к лучшим. Я думаю, потому что как бы соприкосновение с такой музыкой, ну, во-первых, музыка всё-таки выбирает сам, не знаю, художественный руководитель, дирижёр и оркестр, поэтому вы же понимаете, знаешь, когда вы идёте на свидание, вы же не идёте просто так, как он где-то, вы уже у нас, у вас есть какой-то вот человек, который вам понравился, вы идёте к нему, идёте, с каким чувством вы идёте, понимаете? Вот так же и в музыке, так же и когда ты играешь, конечно, ты меня, я, например, по себе сужу, конечно, меняюсь. Мне бывает иногда, мне хочется, не знаю, даже, может быть, пустить слюну, пустить слезу на сцене, не пусти, а не стоять там, ментахлыть, я борюсь с собой, чтобы не было. Вот их, особенно даже вчера это было, пиццолы. И прекрасные вот эти было два-два произведения, но они очень близки мне, я вообще люблю. То есть и классическое, и эстрадное направление для меня это, в общем-то, понимаете, очень... И каково это переключаться? А? Каково это переключаться со стилем и стилем? Ну, я абсолютно не просто берёшь, это же, как он называется, вот как выключатель пум на дно, это для меня это так. Может, играть только что, ну, естественно, не играешь в первом отделении Баха, и тут же играешь пиццолу. Нет, ну, какое должно быть, я, во-первых, сочетание программы, у нас тоже вчера была программа, которая подходила. Мягкий переход. Да, да, да. А вот продолжая эту аналогию, эстрадная музыка и классическая, всё-таки вот у звёзд, ну, я не знаю, у Eagles, у них есть свой отель Калифорния, который все ждут. Вот, опять-таки, в классической академической музыке есть свой набор, вот, ну, простите за такое сравнение, отель Калифорния, да, вот, который все ждут, вот, ну, обязательный вот набор, у каждого музыканта у Баха, у Моцарта есть те мелодии, которые все ждут. Как вот музыканты сами относятся к тому, что, может быть, ну, им хотелось бы дать, ну, что-то другое, более, вот, но в то же время не отпугнуть публику, которая, вот, как бы, привыкла к, ну, уже к такому набору. Вот, знаете, вот, вспоминая Виртуозов, вот, в этом году уже будет 44 года, вот, я же стоял у Истоков, это первый-первый состав был, один из основателей был этого, и мы, в общем-то, в конце программы мы играли бесы, которые, в общем-то, стали нашей такой, знаете, визитной-визитной карточкой, потому что если приходили люди и слушали, там было как бы третье отделение почти было, вот, и приходили люди, которые не сведущие музыки, но они слушали эти бесы, у них, действительно, это же просто совсем, ну, простая музыка, там, не знаю, там, Штрауса, что-то сыграет, там, Андерсона, вот, и в следующий, в конце концерта они ходили, ой, и всем рассказывали, ребята, это так интересно, еще третье отделение будет, давайте, и уже люди, которые вообще даже никогда не ходили в большой, а не ходили, и у нас вот так появилось, не так, конечно, одежда была, феноменальное качество, потому что пришли лучшие музыканты России, я не имею в виду себя, мы сели в квартет Бородина, сел концертмейстерами, посадить в оркестр такой, где это такое, видно, и все лауреаты международных конкурсов, все лучшие музыканты камерные пришли, пришли сюда, потому что качество было фантастическое, это было после оркестра Боршая, потому что, в общем-то, прародитель всего нашего цеха камерного оркестра, это Рудольф Боршай, который сделал спасибо ему, и я очень рад, что он же уехал, по-моему, я не помню в каком году, он где-то в 70-е году, и мне очень хотелось, у меня была мечта, что он приехал, и все-таки вот виртуозы Москвы, особенно молодое же поколение поменялось, что они увидели, и я его пригласил, он приехал, и была с ним программа, и я очень вспомню его, и помню наши репетиции, 14 симфонии Шостаковича, было 39 репетиций, представляете, 39 репетиций, и на каждое приходил Дмитрий Дмитриевич, человек, который боготворил, и до сих пор вспоминаю, скромнейший человек, который, если какой-то хотел сделать предложение, он все у него, так сказать, он приговорил, так сказать, так сказать, и вот, так сказать, и можно вас попросить, вот, вот, да, могу рассказать историю очень интересную про Шостаковича, он жил в Брюсовом переулке, это недалеко от Никитских ворот, вот, и как-то его жена, ну, попросила, знаете, пойти там, ну, в магазин, он был абсолютно нормальный человек, и вот, он такой скромный все, вы помните, на фотографии, кепка, очки такой, немножко чуть-чуть, и он, ну, шел, ну, никогда не скажешь, это гений, просто гений 20-х, вообще фантастические композиции, и вот я пошел туда. В то время, в то время, я не знаю, может, старшее поколение еще помнит, ну, младшему расскажу, вот, тогда были, выпивали на троих, по рублю, знаешь, скидывались тогда, и как раз получалось, значит, смотрите, там, 2,87 стоила бутылка водки, 10 стоил сырок, дружба, и 3 булочка, вот, ровно на 3 рубля все, наливали по 167 грамм, ни больше, ни меньше, точно все, у всех были там, короче, их выпивали, значит, вот такое было время, ну, для нас, это моя молодость, это не то, что смешно, это, в общем, даже близко, где не то, что выпивали, а просто вообще атмосфера, да, там совсем двора, я жил в коммунальной квартире, 32 человека, в комнате 7 человек, там, наша семья, мамин двойный брат с женой, бывший, в одной комнате мы жили, вот, и до 2 лет так было, потом уже отдали одному комнату и вторую, так что это вся атмосфера, мне знакомо, короче, он приходит, он идет в магазин, и стоят два человека, у тебя рубль есть, он говорит, так сказать, есть, и дал им руку, ну, дал, что ли, вот, и пошел, покупает, выходит, они стоят, ты где, говорит, ты где ходишь-то, он говорит, ну, где-то, пойдем, ну, пошлем, а где выпивали, там, где-то там, подворотни или где-то, так было, ну, он, не могу сказать, что он всегда за столом, он всегда мог выпить там рюмочку, да, вторую, все, нормально, абсолютно, как бы живее всех живых, и вот они пришли, ну, выпили, ну, поговорить же надо, поговорить, один старший, а ты, тебя как зовут, он к мятам, Ваня, ты где рабушевый, на заводе серпа-молот, вот, а тебя, говорит, а это Николай, говорит, а где есть сантехник в этом доме, говорит, а тебя как зовут, он к мятам, так сказать, Дмитрий, говорит, а о чем ты, говорит, я, так сказать, композитор, он говорит, ну, не хочешь, не говори. Вот так, понимаете, вот это наша молодость, и вот это гениальный, гениальный Шостакович, который я сейчас вспоминаю. Да, ну, вот, если вспомнить, действительно, вот, в вашей жизни же столько было удивительных людей, вот, кого вы больше всего вспоминаете из каких-то таких вот встреч, которые подарила вам судьба, может быть, с кем вы были? Вы понимаете, что, если я начну перечислять, я боюсь, что кого-то вдруг это не хватит нашей передачи, понимаете, вот, но еще раз вам хочу сказать, что вот есть Ультин Александр Берлинский, который привил мне вообще любовь к музыке, правильность понимания жизни, вот это самый мой дорогой человек, это же мой второй отец, и до 2007 года, пока он был жив, я чувствовал себя учеником, потому что, когда мы играли очень много совместных концертов, и когда он мне даже делал какое-то замечание, для меня это было счастье, потому что я вспоминал, что я как будто сижу у него на уроке, и когда в 2007 году его не стало, я стал взрослым. И 19 апреля у кого-то из вас есть уникальная возможность почувствовать себя учеником Григория Ковалевского на мастер-классе? Буду рад, буду рад, жду с нетерпением, и в камерный ансамбль, если придут какие-то ребята, я был бы тоже рад, и мне очень хотелось бы абсолютно, знаете, бескорыстно, если есть какие-то желания, школ, какие-то эти, ну, а что можно подарить, кроме своих вообще знаний? То есть можно к вам обратиться будет? Пожалуйста, пожалуйста, нет, мы из другого поколения, понимаете, что раньше, сейчас современное, ну, я не хочу все, все чудные, но есть такая шутка, сейчас современное поколение музыкантов, артисты говорят, сначала касса, потом травиата, у нас наоборот, у нас травиата, а если есть, ну, касса, есть, ну, нет, тоже, мы знаем, что такое шефский концерт, мы знаем, что такое дарить добро, и ты даришь добро, и видишь этих детей, которые сейчас заворожены, смотрят на тебя, ну, это самое главное, для этого мы живем, и мне очень приятно, что есть такие возможности. Ну, а касса с не тревятой, но временами года встретится 28 июня в концертном зале Центри, уже еще раз напомню. Это самый, в общем-то, ну, наверное, величайший набор имен музыкантов, потому что это будет Вивальди, это будет Чайковский, это будет Пьецола, времена года. И, естественно, много сувениров. И Ковалевский. Примкнувший туда, много будет сувениров, поэтому буду радостью, придут наши любимые зрители и слушатели. – Огромное спасибо, мы с огромным удовольствием ждем вас еще в гости, будем надеяться на новые встречи. Григорий Ильич Ковалевский, Галина Полторак также с нами присутствовала в студии. Спасибо огромное вам. Я очень благодарен Галине за то, что она уже на протяжении 13 лет ведет конкурс «Казиник», и вот в этом году меня пригласили быть членом жюри, я получил удовольствие от того, что я удовольствовал, во-первых, от общения с моими коллегами и с Михаилом Казиником, а во-вторых, посмотрел на что нас ждет в будущем, какие дети. – Хорошее будущее. – Хорошее, оно, как говорили, светлое. Вот оно светлое, надеяться, будет. – Спасибо. – Спасибо большое. Радио Болтком